Предприниматель Олег Адамов делится своими впечатлениями от участия в расширенном заседании Госсовета, которое прошло 24 апреля в Кремле. На столь важном политическом мероприятии представитель Заречного побывал впервые. Пришла телеграмма из Москвы правительственная, да, именно почему-то меня пригласили. Ну, естественно, я согласился поехать, потому что хотел еще раз побывать в той обстановке, в той атмосфере. Впрочем, эта встреча представителей Зареченского бизнес-сообщества с главой государства не первая. С президентом Дмитрием Медведевым зареченцы впервые лично встретились в июле прошлого года. Тогда предприниматели обсудили с главой государства проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса. По словам Олега Адамова, по крайней мере, половина из озвученных тогда вопросов получила свое разрешение. Реально мы видим, что в нашем направлении сделан большой шаг навстречу, то есть по развитию именно малого предпринимательства. И вот, опять же, в итоговом таком вот совещании он ответил на эти вопросы, еще раз подтвердил, что они готовы двигаться навстречу и развивать малый и средний бизнес, предпринимательство. Речь президента на заседании Госсовета затрагивала различные темы. Однако зареченскому предпринимателю наиболее важными показались вопросы социальной политики. Реально было сказано очень много в поддержку и пенсионеров, и учителей, врачей, и тех семей, которые имеют двух и более детей. То есть, видимо, будут какие-то организовываться, может быть, дотации, может быть, какие-то там преференции, то есть для таких семей, чтобы они существенно как бы улучшили свое материальное положение. По мнению Олега Адамова, Дмитрий Медведев, чей президентский срок истекает через несколько дней, много сделал в качестве главы государства. Зареченский предприниматель уверен, что Медведев не менее ярко проявит себя, будучи премьер-министром. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич на своем месте сделает не меньше, а может быть, больше по развитию конкретно малого предпринимательства. Потому что он будет заниматься внутренней политикой, и это как раз для нас, может быть, даже и важнее. Участник заседания госсовета Олег Адамов поделился, что хотел бы, чтобы Дмитрий Медведев когда-нибудь приехал в Заречный, тем более, что он неоднократно получал приглашение посетить наш город. Анна Сазонова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...